Доброе утро, ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Тема сегодняшнего урока – развитие организма человека. Сегодня мы рассмотрим несколько вопросов. Особенности размножения человека, органы размножения, беременности роды и как осуществляется процесс роста и развития ребенка после рождения. Размножение обеспечивает непрерывность жизни на земле. Размножение – это одно из фундаментальных свойств, которые характерны для всех живых организмов. Размножение или репродукция человека – это физиологическая функция, необходимая для сохранения человека как биологического вида. Оптимальным репродуктивным возрастом человека считается промежуток от 20 до 30 лет. В период зрелости завершаются биологические гормональные изменения. Любовь – это прекрасное чувство, которое возникает между мужчиной и женщиной. Любовь – это отличие, величие человека, которое позволяет совершаться физиологическим процессом. Возможность стать родителями определяется этическими нормами, принятыми в цивилизованном обществе и культурой самого человека. Особенности строения человека определяет генетическая информация. От своих родителей мы получаем цвет глаз, цвет волос, форму носа, губ, телослабжение. Набор хромосом человека характеризуется диплоидным и гоплоидным набором. Диплоидный – это двойной набор хромосом. Гоплоидный – это одинарный набор хромосом. Соматические клетки человека содержат диплоидный набор хромосом, и он составляет 46 хромосом. Это клетки, которые строят наше тело. Гоплоидный набор хромосом имеют половые клетки, и их количество равняется 23. Половые клетки человека – это яйцеклетка и сперматозоид. Х и У хромосомы – это половые хромосомы, позволяющие определить принадлежность пола. Одну хромосомы мы получаем от матери, другую хромосому мы получаем от отца. Если от папы мы получаем Х хромосому, то в этом случае рождается девочка. А если от папы мы получаем У хромосому, то в этом случае рождается мальчик. Разделение человека на мужской и женский пол имеет биологическое значение. Так, в функциях половой системы появляются особенности, которые характерны только для человека разумного. Итак, давайте посмотрим, чем же представлена половая система человека. Ну, следует отметить, что она делится на мужскую и женскую. Мы только выше с вами определили, что есть биологический смысл различия мужчин и женщин. Общее характерно для мужской и женской половой системы, что она представлена органами, железами и клетками. Органы, образующие половую систему и мужскую, и женскую, мы можем их разделить на наружные и внутренние. Итак, мужская половая система – семенники, в семенных канальцах которых образуются сперматозоиды. И также предстательная железа, которая выполняет очень важную функцию в мужской половой системе. Сперматозоиды – это подвижные мужские половые клетки. Они малы по размерам, состоят из хвостика, шейки и головки. Внутри головки располагается ядро, которое несет в себе 23 хромосомы папы. Для работы мужской системы очень важную роль принимают гормоны. Тестостерон – он регулирует обмен веществ в клетках. А андрогены – они определяют вторичные половые признаки. Женская половая система представлена яичниками, маточными трубами и маткой. Что из себя представляют яичники? Они имеют миндалевидную форму. Длиной достигают всего 3 см. В яичниках располагаются яйцеклетки. Количество яйцеклеток может варьировать от 300 до 400. А также происходит выработка в яичниках гормона эстрогена, женского гормона. В процессе слияния мужской и женской половой клетки происходит оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка – зигота. Она содержит полную генетическую информацию – мамы и папы. Вспомните, пожалуйста, ребята, мы говорили о том, что в половых клетках содержится 23 хромосомы папиных и 23 хромосомы маминых. Итак, зигота содержит 46 хромосом. Из 23 пар хромосом только одна будет определять пол будущего ребенка. Итак, вспомним и закрепим. Девочки в половых клетках имеют 2 х хромосомы. Мальчики имеют х и у хромосому. Беременность – это время с момента оплодотворения до рождения. Это период, когда происходит внутриутробное развитие плода. Беременная женщина должна вести здоровый образ жизни. Это залог рождения здорового ребенка. В это время все внимание окружающих должно быть приковано к беременной женщине. Очень важен психологический климат возле нее. Внутриутробное развитие ребенка обычно длится 40 недель или 280 дней. Периоды внутриутробного развития делятся на следующие. Начальный, зародышевый и плодный. Начальный период развития зародыша начинается сразу. После оплодотворения яйцеклетки. Зародышевый же период длится в течение 7 недель. Со второй по восьмую неделю. Этот период характеризуется образованием плаценты. Это временный орган, который образован клетками материнского организма и зародыша. Через плаценту организм ребенка получает все необходимые питательные вещества и кислород. И выделяет продукты распада из его организма. На шестой-седьмой неделе у зародыша формируется лицо. Можно разглядеть появляющиеся глаза и уши, а также пальчики рук и ног. На третий месяц развития эмбрион уже называется плодом. И плодный период начинается с девятой недели беременности. На одиннадцатой неделе развивается костная ткань скелета. При дальнейшем внутриутробном развитии продолжается формирование и совершенствование систем органов и всего организма. После того, как плод созревает, наступают роды. Новорожденного ребенка мама кормит грудным молоком. Дети, которых кормят грудным молоком, опережают своих сверстников в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Совет всем будущим мамам. Скармливайте всех своих детей грудным молоком. Детство – это важнейший период человеческой жизни. Не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, что вошло в разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет малыш. Эти слова Сухомлинского позволят нам сделать для себя следующее заключение. Что появившийся новый организм – это уже личность. Личность воспитывается, она не приобретается. И в воспитании личности большую роль играют родители, семья. Говоря о развитии ребенка, мы должны отметить, что после рождения он проходит несколько периодов. Новорожденности, период грудной, ясельный, дошкольный и школьный. Каждый из вас прошел этот период развития. Так вот, дома вам необходимо будет дополнить представленную схему. Вам нужно дать характеристику каждому из периода развития ребенка. Благодарю всех за работу. До новых встреч!